Медленно, но верно, мы подходим наконец-то к санузлу. Пойдем посмотрим. В соседней двери за гардеробной как раз расположен санузел. Проектируя эту квартиру, мы вообще начали именно от санузла. Потому что в санузле нужно учесть минимальное расстояние, проходы. И всегда начинаем мы с расположения унитаза. Потому что коммуникации протянуть далеко вы не можете. Они должны быть максимально близко к стояку. Так, а получается планировка полностью была свободная, да? Потому что душ так интересно внутри расположен. Все вы сделали сами, под нужды. Да, апартаменты, то есть по закону это нежилая квартира. И мы могли свободно менять границу между санузлом, гардеробной, жилыми комнатами. Но, конечно, в пределах разумного, в пределах коммуникации. Поэтому мы смогли сделать ее минимально нам необходимой. И ширина санузла определялась как раз границей от тумбы до стены. Здесь, по-моему, 90 сантиметров всего лишь. И как раз размерами душа, душевого поддона. То есть ты пока чертила, учла просто эргономику движений, да? Сколько этого необходимо всего? Да, обязательно. Сначала я учитывала размеры душевого поддона. Он стандартный 90 на 90. Так у нас создалась граница вот этой стены. Потом 90 сантиметров это необходимый минимум для размещения унитаза. Оставшись у тумбы мы сделали метр десять. Это удобный такой размер. У нас не было необходимости делать прихожую более широкой. Поэтому я дала предпочтение все-таки сделать побольше санузел и побольше гардеробную комнату. Потому что это единая стена. Радиатор покрасили синим на месте или заказали готовый? Полотеносушитель мы заказали специально синего цвета. Он поддерживает нашу перегородку. И он сделан, да, на заказ. Компания Термо спокойно красит его в любой цвет параллы. Там, по-моему, наценка совсем небольшая, чем от стандартного хромированного. Настя, ты очень круто работаешь с объемами. Поэтому мне интересно послушать здесь, какие приемы ты применила, чтобы ванны оказалось больше. Первое – это цвет ванны. Мы специально выбрали плитку такого белого цвета, чтобы она выглядела как раз светлее. И сделали ванну всю в одной одинаковой плитке. Акцент мы сделали только на полу. Он у нас мрамор. И, если вы заметите, такой же мрамор у нас и на фартуке. У нас опять диалог пространства, объединение пространства. И получается акцент у нас только на синем цвете. И опять деревянная тумба. Мы снова связываем с элементами интерьера в других комнатах. При этом второй момент, который увеличит пространство, это, конечно, зеркало, расположенное прям от стены до стены и под потолок. Мы даже сделали зеркальный шкафчик над унитазом. На самом деле в нем расположены коммуникации. А сделали это, заказали в стекольной мастерской по нужным размерам, потом приклеили? Или заказали готовые дверцы? Шкафчик и тумба – это единственные полностью заказные изделия. Но чтобы они были дешевле, мы их заказали из ЛДСП. Класс. А раковина откуда прекрасная? Большая, удобная? Раковина – это турецкая, компания «Ибитро». Мы ее сделали подклеенную. Так, более чисто. Если бы раковина была накладная, тогда возникала бы грязь, скабливалась между бортиком и раковиной. Так, окей. Во всей квартире сделан теплый пол, но Илья им не пользуется. Ему хватает и так. Он ходит постоянно либо в тапочках, либо в носках, и чтобы экономить электричество. Класс.